День независимости в Соединенных Штатах Надеюсь, вы посмотрели видео от Admiral Markets на неделю Какие нас ждут данные, какие нас ждут новости Если кто-то даже разбирается в календаре сам разбирается и отслеживает Это просто хорошая возможность повторить все Надеюсь, меня слышно, поставьте плюсы Не должно быть видно, но должно быть слышно Вот вам ссылка Тут у нас есть это видео Нет, давайте я по-другому сделаю Я сразу на YouTube дам ссылку на YouTube Чтобы вы могли... Вот она, прямая ссылка на YouTube Там короткое видео, буквально 8 минут или 9 минут Разбор календаря, что важно на этой неделе, что будет Просто, так скажем, раньше звук был лучше Давайте я попытаюсь переключить наушник Другой наушник включу, посмотрим, что будет Нет, это не мой канал Секунду, я включу сначала наушники Это не мой канал Так, нет, я не смогу эти наушники включить Потому что тут 3.5 3.5 Здесь у меня вот такого переходника нет Ребята из Apple, конечно, молодцы Но вот то, что они сделали с наушниками Так хорошо, да? Может быть, я в настройках могу поменять звук Секундочку, здесь же еще есть Да, кстати, я могу же еще... А, отлично! Ну хорошо, это просто микрофон уже в ноте Без наушников Ну, пускай будет так Окей Так Сейчас Да, это не мой канал Это канал, который Адмираловский канал Здесь вся аналитика Все видео Все вебинары от Admiral Markets Мои вебинары, романов вебинары Все они там хранятся Есть даже какие-то старые вебинары теоретические У нас когда-то была такая практика Записывали по всяким индикаторам видео Длинные-длинные видео На полтора часа Что такое инфляция Как с ними работать И так далее Так что там много всего И вот Попалывайте на этом канале Много интересного найдете И чем дальше, тем больше Теперь у нас по четвергам Будет очень много Тоже интересного Уже вот готовы Какие-то темы Отчасти благодаря вам А сегодня у нас просто тематический Не тематический Текущий вебинар Посвященный текущей ситуации Бегло переходим к тому, кто я Для тех, кто сегодня Может быть впервые Я Фред Трейдер Торгую на многих рынках Собственно Хотя специализация моя Последнее время Это рынок опционов Ну что такое Последнее время Уже вот в 18-м году Будет 10 лет Как я торгую на рынке опционов Начинал я с Форекса Да и до сих пор Этот рынок мне достаточно близок Знаком Потому что Ну как понимаете ФРС Центральные банки Движение валют Ну это глобально Это хотя бы надо учитывать Как хедж Это хотя бы надо Отслеживать Как Мощные потоки Да в валютах Ну то есть мне это интересно До сих пор Я торгую Даже и опционами на фьючерсы На валюты И собственно Самими валютами Но интересы мои Более широкие Даже скажу больше Я не просто трейдер Я еще и Наверное экономист Могу себя так назвать Мне интересна Экономика как наука Аналитик Я пишу аналитику Создаю контент Пишу для разных изданий Статьи Публикации Их у меня очень-очень много Мне это нравится Вот бы еще время было Я соскучился по тому дню Когда я сижу Попиваю чай Ночью Пишу большую аналитическую статью Не по рынку даже А там какую-то исследовательскую статью Посвященную там Я не знаю Влиянию там Цен на нефть На там Какую-то отрасль Индустрию Ну и так далее Ну конечно Посвященную рынку И финансам Что еще могу сказать И конечно Интрига затянулась Я уже который раз Объявляю Совсем буквально Пара дней осталось Я буду еще и блогером Который 8 числа Обратно возвращается В страну Своего проживания Комфортного В Испанию И несколько месяцев Я буду вести Вебинары оттуда Буду вести Тренинги Подключайтесь Кстати В мой скайп канал Там будет тоже Что-то интересное Но это для тех Кто трейдер Да Если вам Это не интересно Так сильно Вы не собираетесь Что-ли торговать И просто зашли Послушать на канале Адмирала Вебинарчик По рынке Я буду на Коста Браво Чуть выше Барселоны 65-67 километров Там в разных местах Я буду Но это Коста Браво Всю я собираюсь Объездить Но я же это делал Один раз На машине Целый трид был По всей Коста Браве Вот в этот раз Будет немножко по-другому В этот раз Будут выезды Какие-то В определенные деревни Собственно Мой блок И будет Посвящен Путешествиям Трейдингу В путешествиях Как это делать Хорошо Подъезжай Так что Я уже наверное Утомил вас Этой интригой Но я не специально Просто у меня Да Очень красиво Оксана Коста Браво Одна из самых красивых Четей Испании Вся Испания Красивая Много где был Вот Коста Браво Она Такая Именно Скалистая Именно зеленая Ну хорошо Мы сейчас Не будем посвящать Вебинар Испании Хотя Об этом Можно говорить Тоже вечно Так же Как о рынках Так вот Я утомил Вас интригой Не потому Что мне действительно Не нравится А потому Что руки Не доходят В вордпрессе Привести в порядок Этот сайтик Чтобы он Хотя бы Выглядел нормально Да Я хоть Не программист Не веб-дизайнер Но хотя бы Какой-то скромный Такой нормальный Сайт И дальше Просто писать посты Просто Если я вам сообщу Сейчас название сайта Вы зайдете И увидите Там какие-то Даже грамматические ошибки Спасибо Игорю Он подсказал мне Что там ошибка Но это не я писал Это просто Мне помогли Настроить Вордпресс Поэтому мне стыдно Давать такой сайт Иначе я бы давно Дал и начал писать посты Но совсем скоро Уж как минимум С 9 числа Точно будет старт Итак Я должен вас Подупредить О рисках Маржинальная торговля Это риски В первую очередь Потому что вы можете Потерять больше Чем умеете Вы торгуете с плечом Вы это знаете Регулятор требует От нас Я прям как в рекламе Лекарств Начал быстро говорить Как обычно Они Когда нужно Предупреждать пациента Не знаю Как вот В России На Украине В Белоруссии Тут вот При Балтике В странах Балтии В Таллине Например Реклама лекарств Раньше была такой Медленно говорят Про лекарства И в конце Вот это вот Предупреждение Что посоветуйтесь С аптекарем Или фармацевтом Его как будто Прокручивают Так быстро Чтобы ничего не поняли Вот у меня Так тоже получилось Предупредение Риска Начал быть Очень быстро Окей Адмирал маркет Контора Которая Компания Контора Которые Или офисы Русское тоже слово Располагаются Во многих странах Ну вот я могу сказать Про Таллиннский офис Огромный офис Как раз сегодня Там вел тоже Тренинг Обучал Работников Адмирала Ну не то чтобы обучал Просто текущие Текущие какие-то Были у нас Летучки Тренинги Да Все нуждаются В тренингах Это вполне нормально И офис в Лондоне Там тоже целый Став Комплайенс Потому что Адмирал маркет Есть лицензия Как в Европейском Союзе Адмирал маркет Аэс компания Имеет эту лицензию Так и Основная лицензия Через которую Адмирал выходит На большинство рынков Это Адмирал маркет Великобритания Лицензия Выданная ФСА Самым строгим Регулятором В Европейском Союзе Я даже Могу сказать Что одним из самых Строгих в мире Разве что Американцы могут Немножко переплюнуть Строгости И то не факт Ну скорее всего Да факт Скорее факт Ну и наконец Последнее Это контакты Вот на эти Эмейлы пишите Они везде есть на сайте Их даже можно Все равно не показывать Я оставил свой скайп Этот скайп Нужен не только для того Чтобы трейдеры Могли там зайти Посмотреть Какие там сделки И так далее Он нужен для того Чтобы вы мне могли Предлагать Что нам говорить На наших вебинарах Адмираловских О чем говорить На вебинарах в четверг Кстати я уговорил Романа Спасибо вам Что вы наверное Тоже писали Может и не писали Я уговорил его Что люди хотят Слушатели хотят По четвергам Как-то получать Тематические вебинары Теперь задача За нами Придумывать интересные Темы Вот уже запрос пошел Я пока отвечать не буду Позже Позже подтвержу Так что У нас по четвергам Будет очень много Интересных тем И я вас прошу Как вы делали это раньше Писать мне То что вас интересует Не переживайте Что тема будет Неинтересной Не переживайте Что тема будет Слишком сложной Вот были такие темы Мы просто поговорили С ребятами с Адмирал Они сказали Ну как бы Не сможет много людей Набрать под эту тему Она достаточно сложная Или были темы Которые уже обсуждались Вот зайдите на канал Адмирал И там будет лежать Например Там допустим Макро статистика По индикаторам Как торговать Было уже что-то Так что Не стесняйтесь Предлагайте Просто можете В двух словах Мне сказать Написать Что Вот я бы хотел газ Как торговать газом Вот это интересно Такой немножко Экзотический рынок Я там на демке Поторговал В принципе Предсказуемо Более-менее Не то что там Ваш фунт Там еще что-то Окей Все Будем знать Что есть интерес По газу И напомните Я вам покажу Тору сделку По пшенице Помните Я как-то анонсировал Очень давно Не помню В Адмирале Было это На вебинаре Или в другой компании Где даже Мне вопросы задавали Почему пшеница Почему считаете Что она вырастет Я сослался на сезонность Хотя сам себе говорил Какая сезонность Да Не факт Что именно Сейчас Но вот Этот инструмент Выстрелил Я вам покажу Пшеница С 400 долларов С 400 долларов Улетела на 555 Текущая цена 555 И произошло Это чуть ли не За 3 дня Очень сильный Был рост Я обрадовался Очень сильно Окей Идем дальше И конечно же Я вам покажу Свой счет В конце А пока Давайте вернемся К рынкам Открываем Метатрейдер Рынки закрыты Но это не значит Что мы не можем Обсудить ситуацию Открываем Метатрейдер Вот он у меня Открывается Включается Включается Тут немножко сложно Для маков Метатрейдер Чуть-чуть О, сразу открылась Нефть Красавица нефть Которая ходит Ну, я не знаю Где еще лучше Можно найти Кстати Отпишитесь Если вы видите Видно ли Нет, конечно Не видно Как обычно Я забываю Включить Так, отлично Все написали Я понял Что не видно И теперь Над этим работаю Теперь над этим Работаю Как я над этим Работаю Я пытаюсь Запустить Плагин Или плагин Вот он запустился Весь мой компьютер Уже в них Сейчас Как его дальше Дальше Я нажимаю На презентацию Он должен Меня Предупредить Что Я даю Согласие Надеюсь Он не предупредит Не вижу Пока Окей Установить Еще раз Что уже Тут делать Окей Вот он Пошел процесс Сейчас Запустится Дискриминация Для маков На Windows Все очень быстро Делается А здесь Приходится Мучиться Раз уж Я его Установил Запускаем Разрешаем И Конечно же Вот он Вы видите Метатрейдер Да Скажите Что вы видите Его Да Видите Отлично Что у нас Происходит С Дудснефтью В первую очередь Хотелось бы Об этом Поговорить Очень важный Сейчас Я бы сказал Исторический Момент Возможно Возможно Исторический Момент В чем заключается Его Важность В том Что Впервые На прошлой Неделе Те 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 Не дадут Мне соврать Впервые На прошлой Неделе Получилось Так Сейчас Я здесь Нажму Получилось Так Что Компания Baker And Huge С Те Магнаты Или нет Таких Трейдеров Так Алекс Не спешите Давайте Сначала Поговорим О причинах Просто О том Что Произошло А потом Технические Причины Развороте Нефти Нет Я пока Я их не сильно Вижу Другое Дело Что Я Медведь То есть Глобально Я стою На понижение Даже Уже Не стою Уже У меня Через Овцовная Другая Конструкция Глобально Я бы С удовольствием Шортил Там Где Это Можно Делать Но Пока Если Вы Хотите Конкретно Причин Разворота Нефти Я их Пока Не Вижу И мы С вами Сейчас Разберемся Вот Количество Вышек Написал Алексей И Это Правда Впервые Впервые Количество Вышек Где У нас Бекер Ключ Вот Впервые Количество Вышек Штатах И Канаде Сократилось Но В Канаде Нет В Канаде Сократилось Все Вот Открываем Здесь Нос Америка Хотя У меня Конечно Было Открыто Сократилось Итак А сейчас Включу Именно Экран Именно PDF Файл Где он Вот он А Звук Ухудшился Секунду Видимо Тут много Всего Открылось Попадает Секунду Что я могу Поделать Я могу Я могу Раз Два Раз Два А Это все Таким Метатрейдер Виноват Это Виноват Даже Не Метатрейдер Это Виноват Одно Приложение Сейчас Я его Закрою Все Будет Нормально Надеюсь Немножечко Терпения Вот Так Появился Ли Звук Наладилось Да Отлично Наладилось Все Дело Было В этом Самом Приложении Специальном Итак Вы Должны Видеть Вот Этот PDF Файл Картинку Даже Не PDF Файл На котором Видно Что Нефть Вот Здесь По США Впервые За долгие Месяцы Сократились Две Вышки Это Конечно Может быть Абсолютной Случайностью Бывает Какую-то Неделю Не запустили Это Может быть И не Случайностью А Закономерным Ответом На Снижение Цен Ведь Последние Недели Нет Не Последние Недели Последние Две Недели Как раз Цена Растет До Этого Цена Очень Сильно Падала Уже Уровень 54 53 Даже 55 Была Уже Какая-то История Краткосрочная Ее Можно Рассматривать Вчерашний День Цены Рухнули До 42 С Копейками И Можно Сказать Что Сильная Была Просадка А Значит Некоторые Сланцевики Уже Не Выходят В прибыль И Вполне Возможно Просто Что На этих Уровнях Перестали Включать Вышки Перестали Включать В эксплуатацию Вышки Перестали Добывать Ну и Вот Впервые За долгие Месяцы Количество Вышек Снизилось Теперь Чем Это Грозит И Как Вы Видите Рынок Отреагировал Не На Это Рынок Уже Вырос Когда Появилась Цифра Минус Два Впервые Рынок Уже Был Отыгран На Целых 4 Доллара На Целых 10 Процентов Видите 47 Долларов За Баррель Теперь Цена И Мы Только Здесь Увидели Эту Статистику То Есть Рынок Как Всегда Коллективный Коллективная Мудрость Рынка Как Всегда Задолго Заранее Откупала Нефть Вот Это Технические Уровни Были Пробиты Мы Пробили Нисходящий Канал Долго Его Касались Долго Его Касались Долго Не могли Пробить И Наконец Мы Пробили Вот Канал Технически Нисходящий Здесь Запасы Выходили Касание 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 Пробили Как Обычно Протестировали Как Я Называю Возможность Получилась Еще Раз Войти В Рынок Я Не Влю Слово Дали Возможность Когда Кто 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 Аналитик Что Нам Дали Зайти Крупняк Это Все Попахивает Теориями Заговоров От Этого Всего Меня Тошнит Нет Никаких Теорий Заговоров Будьте Спокойны Рынок Настолько Обширен Настолько Глобален Велик Что Не Могут На Этом Рынке Два Три Игрока Или Какие Рокфеллеры Ротшильды Какие Голдман Саксы Долго Что Мутить Что Делать Или Постоянно Тем Более Может Быть Был Какой Фактор Где Трупные Игроки Ставили На Покупку Кстати Это Видно По Отчетам Биржи Код Отчеты По Ним Видно Какие Игроки Куда Стоят Как Знаете В Финвизе Есть Такой Внизу Раздел А Я Покажу Называется Ну Не Называется Код Называют Вот Если Сюда На Финвиз Если Вбить Секундочку Если Вбить В нефть Допустим Напишите Если Видите Так У нас Тут Поклонники Сторонники Теории Заворов Записываем Их Имена Алекс Трейдер Считает Что ФРС ЦБ Евро Куда То Загнали Что Это Сговор Но Смотрите Ну Что Значит Сговор Как Раз На Рынке Центральных Банков Это Называется Не Сговор А Это Называется Корректированное Скорректированное Скорректированное Скоординированное Деятельность Центральных Банков Так Это Их Задача Действовать Как Раз Скоординированно Когда Центробанки Начинают Действовать Разнонаправленно Происходят Очень Сильные Дисбалансы Допустим Там Падение Евро вполне могло быть бы, если бы ФРС начал повышать ставку, ЕЦБ бы начал ее держать, ну не начал, а держал бы ее на низком уровне, еще бы намекал на увеличение QI, еще на что-то. Это выявило бы дисбалансы в мировой экономике, что еврозона где-то на дне, не может никак поднять голову, встать с колен, как говорят, а в Америке уже такой рост, что боятся инфляции и повышают ставки. Это привело бы к очень сильному дисбалансу в курсах валют. А вы знаете, это для нас, спекулянтов, хорошо, такие движения, а для бизнеса это не очень хорошо. Сильное падение евро будет очень плохо сказываться на, ну допустим, экспортеры выиграют, импортеры потеряют. Ну то есть как раз центральные банки для того и нужны, чтобы время от времени скоординировано действовать, и Алексей пишет глобальный развод. Но давайте отходить от этих терминов. Вот честное слово, многолетний опыт, вот 20 лет будет скоро на рынке, и с первого дня я слышу такие истории, развод, и причем присущие они постсоветскому пространству. На западных площадках есть один сайт такой, Сэрохедж, да, где анархисты сидят и пишут про всякие разводы. Я с 2010 года наблюдаю, уже не наблюдаю, как на Сэрохедже пишут, как, допустим, показывают какой-то индикатор, ну я не знаю, был такой индикатор, количество тракторов, отгружаемых Катерпиллой в компании, что вот он уже 43-ю неделю падает, падает, вот от нас скрывают это, посмотрите сюда, а вот ФРС не совсем в шоколаде, то-то, то-то, все, ждите конца, там ля-ля-ля. Я с 2010 года вижу, как время от времени на ресурсах русскоязычных сторонники вот таких анархистских или даже теорий заговоров пишут, копируют из Сэрохедж другие сайты, пишут, что вот скоро-скоро выявится это заговор, это Рокфеллеры. И чем это заканчивается? Ничем. Рынок продолжает двигаться в вполне вменяемой динамике, вполне понятной относительно, пускай постфактум, вполне понятной динамике. Все продолжают кричать, сейчас рухнет, сейчас рухнет, это заговор. Ну, так что я вам советую бежать просто от таких теорий, не обращать на них внимания, это вредит трейдингу. Однозначно, никто меня не переубедит. Мы все равно не сможем, даже если эти заговоры есть, мы все равно не сможем их распознать до того, как они реализуются. А я уверен, их не так много, а может даже их нет. Все эти Рокфеллеры, Ротшильды, Массоны и другие бильдербейские клубы, это всего лишь красивые истории про то, как люди собираются, люди собираются, какие-то клубы пытаются влиять на мировую политику, историю, еще что-то. Ну, то есть, скорее, не самые удачные способы. Так, тут пишут про рекламу своего ресурса. Кто пишет? Максим Трэйт написал, что на сайте SMU есть код, код есть. Я даже не знаю, что за SMU. Ну, окей. Я не буду считать это за рекламу. Человек показал, где есть код. Хорошо. Вот Владимир тут сразу же начал блюстить порядка, блюстить регламента. Да, вернемся к нефти. Вернемся к нефти. Что тут важно знать? Что рост был уже заранее по техническим параметрам. Слава богу, впервые теханализ... Нет, не впервые. Кто-то может сказать, что вот теханализ где-то опаздывает и так далее. Нет, как раз теханализ предвидел, вроде бы так получается, предвидел снижение высших, начал расти заранее. Но, учтите, сегодня, кстати, на Блумберге была, или вчера ночью это была, очень медвежья новость. Я бы ее назвал... А, вы имеете в виду СМИ, у вас там СМУ вышло. А Владимир вообще имел в виду заговоры, что реклама какая-то. Ну, вы написали реклама ресурса. Ну, ладно, неважно. Смотрите, на Блумберге сайте появилась новость о том, как две страны, входящие в ОПЕК, просто агрессивно качают нефть, побили все рекорды. Даже говорилось о том, что ОПЕК побил рекорды. Ну, какие-то краткосрочные, да, совсем не длинные. Рекорд у них был в августе прошлого года. ОПЕК добывал 34 миллиона баррелей в день. И после этого они в ноябре собрались, снизили квоты до 33 и ждали, что это произведет эффект на рынок. Мне иногда реально кажется, что в ОПЕК сидят какие-то наивные арабы, которые живут каким-то вчерашним днем, думают, что ОПЕК все еще король на рынке, ОПЕК все еще влияет на рынок. Ребята, вы кого обманываете? Вы увеличили собственную добычу, причем это только официальная часть была, неофициальное, там, нарушение дисциплины. Вы взвинтили добычу до каких-то космических уровней, до исторического рекорда в прошлом году, в августе, в сентябре. И потом собрались и сказали, да, мы будем снижать квоты. Так вы, ребята, не надо было эти квоты повышать, вы вернули квоты просто на уровень июля-июня. Вот и все. Как было в июне, так и стало. И теперь процесс снова, я даже могу показать статью на Блумберге, но лучше сами зайдите, посмотрите. И снова продолжается такой же процесс. Ливия и Нигерия активно добывают. Кстати, на них квоты не распространяются. Тут не стоит говорить о том, что это нарушение квот. Нет, квоты соблюдаются очень даже хорошо. У нас был на эту тему посвящен вебинар. У нас были видеоматериалы. Поищите на сайте, есть в YouTube, в одном из роликов, как ОПЕК перевыполняет даже свои квоты. Саудовская Аравия, другие страны, там на 106%, на 109% перевыполняют. Другое дело, что партнеры, не входящие в ОПЕК, вот да, они немножко отстают. Ну, у них объемы поменьше, у них 600 тысяч, а у ОПЕК 1,2 млн. Так что я думаю, страны, не входящие в ОПЕК, партнеры тоже догонят. Так что ОПЕК на полную катушку работает. Им больше уже некуда снижать. То есть они перевыполняют план снижения, я имею в виду. Они снижают больше, чем надо. Тут выясняется, что Ливия и Нигерия, на которых не распространяются эти квоты, спокойно себе качают, бьют рекорды. Получается, ОПЕК даже с передобычей, с переснижением, так назовем, с переусердствованием на снижении, не может сделать, не может вернуть на рынок, или отнять у рынка то, что привел на рынок вот этот союз двух стран, Ливии и Нигерии. Так что получается, у ОПЕК инструментов еще меньше. Они, исключив две страны, так договорились просто, эти две страны добились. Ну, там справедливость, конечно, была все-таки, да, они говорили, что у кого-то была война, теракты, кто-то там пострадал еще из-за чего-то, дайте нам возможность вернуться на прежний. Как у Ирана. Как у Ирана. ОПЕК разрешил им это дело, как бы, да, все-таки, такое братство, союз с нефтяной картой, стран в Редане друг друга не желают, разрешил. Ну и случилось то, что случилось, они начали активно добывать, потому что скоро могут начаться квоты. Хороший вопрос, долго они смогут наращивать. Вот я не могу сейчас ответить на этот вопрос, насколько гибко, и насколько возможности большие. Тут нужно смотреть у Ливии довоенный период, ну вот это вот арабская весна и все такое, повлияло на них, какие были уровни. Наверняка на Блумберге это есть, я к следующему разу постараюсь это найти. И то, что сейчас, просто вот в цифрах, даже не график, просто в цифрах, сколько добывали там в 2012, 2011 до арабской весны, сколько в 2014 до обвала нефтяных центров, сколько сейчас. Так что, но важно сейчас вот что, важно то, что Ливия и Нигерия воспользовались полностью, довели до рекорда свою добычу, такого локального рекорда, а это означает следующее, в следующий раз ОПЕК, скорее всего, и их заставит подключиться к квотам, всего лишь это будет максимум, что сделает ОПЕК. Снова начнутся, наверное, какие-то разногласия, другие страны скажут, вот, Нигерия с Ливией все испортили, мы тут сокращали квоты, а они взяли, добыли больше, чем даже добывали раньше. Ну, то есть ОПЕК, как глобальная организация, начнет понимать, что влияние ее на рынок уменьшается, это такой большой базар, или нужно толком всем договориться, причем договориться не о миллионе двух, а трех, четырех миллионов, сильно снизить квоты, разом, да, будет больно, да, будет больно Венесуэле, будет больно Ирану, будет больно даже России, что тут скрывать, а это не Саудовская Аравия, богатая, так скажем, и резервами, и запасами, и всем абсолютно, и не нуждающаяся ежедневно, в больших количествах денег, все-таки страна сытая, так скажем, а вот Венесуэла, она далеко не сытая страна, там уже социальный взрыв, будет больно, и навряд ли это можно будет делать, так что у нас, мы получаем, с одной стороны, нефть развернулась, учитывая, что сланцевая энергетика тоже не резиновая, цены 42, 43, 44 не подходят ей, давайте о технике поговорим, о фундаментале достаточно, цены пробили, уровень 45, вот здесь был, такой нервный был скачок, отскакивали, сейчас я переключусь на метатрейдер, а, я на метатрейдере, отскочили, наконец-то пробили, задержались, вот часто бывает цена пробившей, возвращается, задержались, улетели, вот еще один у меня уровень, видим, как он хорошо отработан был, 46, 60, 46, 58, мы его пробили, так как рынок такой тонкий, да, праздники все-таки, медленно развернулись, коснули, аккурат, увидели этот уровень, пункт, пункт, коснулись, и снова ушли вверх, но, вот пока Ливия с Нигерией не повлияли, мне нравятся такие новости, когда медвежьи новости не могут сильно изменить движение на рынке, то есть еще один повод зайти в медвежий рынок, на понижение зайти, нужно искать хороший уровень входа, но я тут вижу 48, где-то под этим уровнем я бы зашел, я бы зашел маленьким объемом где-то на полпути, если будет, ну, это я говорю для тех, кто у кого, ну, как я называю, угадайка, да, у кого направленная торговля, не как у меня опционы, я тупо могу продать там 55 кол, вам все-таки нужно заходить осторожно, я бы зашел, хотели зайти 0,3, зайдите 0,1, второй отложенный ордер поставьте куда-нибудь на 48, если дойдет, дойдет, коснется, окей, потерпите немного, пускай стоп у вас будет в голове, хотя я это не советую, я этого не говорил, просто я к тому, чтобы вот таких вот шипов не было, не было таких вот касаний, просто имейте в виду, что там выше 48, выше 48, вы принудительно закроетесь, просто обещайте себе, тем более, вот у нас тут еще один, наверху есть уровень, вот он, ой, нет, я не то взял, insert lines, горизонтальный уровень, вот он буквально вот здесь, не знаю даже, что считать уровнем важным, 48, 20 или 47, 93, поставьте эту отложку, и знайте, что вы закроете где-то наверху, и так, один ордер где-то вот здесь, второй вот здесь, и еще один пускай у вас будет запасить, самое важное, чтобы эти 0,2, 0,3 лота, да, сайт вот этот, совсем не портил ваш депозит, никак не мог его испортить, то есть, если все-таки 0,1 много, зайдите 0,01, вот представьте, что у вас задача не заработать, у вас задача доказать, даже не доказать, показать себе, что ваше видение, вот вы его реализуете, контролируете риски, вот такая торговля, лично у меня такая торговля, всегда заканчивается, куда лучше заканчивается, чем торговля, где я хочу что-то доказать, догнать, скосить, да, как такие русские слова хорошие, во глаз, быстро заработать, вот я прав, надо быть медведем, а вот почему-то рынок этого не понимает, ни в коем случае, просто попытка, гипотеза, да, я, там, Андрей, понимаю, что рынок не дурак, что если цены растут, есть на то основание, но я считаю, что, просто себя об этом говорить, я считаю, что медвежьих факторов достаточно, по панаменталу, теперь мне придется по технике найти хороший уровень, никто не знает, какой уровень будет конечной точкой, да, это и не надо угадывать, я зайду 0,01 здесь, 0,01 там, и дам себе слово, что не нарушу эту стратегию, эту даже тактику, вот и все, вот так, если торговать так, я уверен, большинство из вас не будет даже, не то, что убытков больших просадок, не будет даже каких-то серьезных проблем с трейдингом, относитесь к этому легко, я в свое время эту проблему так и решил, разделил свой депозит на несколько рынков, даже не депозит, а внимание свое, потому что ни одного депозита не хватит торговать фьючерсами, опционами, форексом, акциями, российскими акциями, американскими акциями, я просто разделил клиентские портфели, просто интерес, на одном рынке я аналитик, отслеживаю его, на другом я трейдер захожу, ну, то есть мой интерес разделен на несколько рынков, а я не сижу, тупо не смотрю на один график, особенно вот я, сейчас, может кто-то себя узнает, особенно мне непонятны трейдеры, которые сейчас, которые делают вот что, секундочку, view, тулбас, включаем, и открываем, timeframes, вот, особенно мне непонятны трейдеры, которые делают на M1, кто узнал себя, скажите, Андрей, да, на M1 вы делаете, вот не поверю, что кто-то на M1 еще торгует, тем более человек, который задал вопрос про Ливию и Нигерию, не похож на того, кто торгует на M1, ни в коем случае не делайте это все на M1, M5, M15, H1, H1 хорош для того, чтобы вот точку входа найти, вообще-то daily у нас рабочий график, ну, я тут daily захламил, из-за аналитики, из-за видео, для Admiral Markets писал, чтобы вы видели, где какие уровни, немножко получилось так, что эти линии, их нужно убрать с daily, я покажу для тех, кто не знает, просто убрать галочку, поставить только на H4, H1, и чтобы эта линия была видна, только на H4, H1, а не на daily, да, вот, а, вот что вы имели ввиду, что вы так и делаете, вот отлично, Андрей уже так делает, продает увеличенные позиции, это, конечно, по-другому называется, это называется, ловить ножи, ловить ножи, это может называться Martingale, но, если вы продаете, увеличивая свою позицию, доводя ее до каких-то высоких величин, я предлагал, не это, не путайте, я предлагал тот сайз, который у вас предназначен для входа в позицию, наоборот, разделить, то есть, увеличивая лоты, вы максимум дошли до такого уровня, который, а вот является максимально, не максимально, максимально, приемлемым для входа, и даже, может быть, даже половину того составляет, всегда делите все на 2, на 10, чем безопаснее торговля, чем больше у вас вот здесь вот внизу цифра, ой, я что сделал, я выиграл, чем больше у вас цифра соотношения, количество, соотношение маржи к свободным деньгам, тем лучше, ну ладно, курс у нас не по, да, лучше заливаться уж по ходу профита, чем ловить ножи, курс у нас все-таки не про психологию трейдинга, у нас вебинар целый лежит в интернете на эту тему, кстати, как-нибудь меня просили еще и делать вебинар по управлению, не знаю, вам это интересно или нет, не про то, как я пришел к этому, нет, это уже было, это уже вы слышали, кстати, многим понравилось, я не ожидал, думал, что мне напишут, что чувак рассказал о себе, хорошо, да, многим понравилось, мне в скайт писали об этом, сделать вебинар про управление именно клиентскими позициями, может быть, кто-то уже созрел, кто-то уже дорос до того, что может управлять, единственное, я вам не советую делать это на таких шальных рынках, потому что вы можете год показывать, хорошую статичку, а потом в один день клиентские деньги потерять, я все-таки делаю это только на обтонах, только на консервативных стратегиях, окей, вернемся, давайте поговорим о евро, тут человек писал, что вот так евро развели, и все такое, обратите внимание, как хорошо рынок увидел уровень, который был у нас недавно, 1.15 не дошло, у меня стоял ордер, значит, как я на этом евро участвовал, мне клиент закинул доллары, зачем, у него были доллары на одном банке, он хотел закинуть их, перевести в евро, не, не, он хотел перекинуть в долларах на счет брокера, но в балтийских странах с недавних пор Deutsche Bank, корреспондентский банк всех банков, которые осуществляют доллары в иностранной валюте, не в евро, он перестал предоставлять услуги банка-корреспондента, и переводы в долларах, даже между двумя, допустим, шведскими банками в Эстонии, или даже, я думаю, в Латвии, стали, ну, практически невозможными, я удивлен был, но потом вспомнил, что я читал об этом статью, там, отмывание денег и все такое, или что-то другое случилось, Deutsche Bank просто ушел из этого региона, именно как корреспондентский банк, и банки потеряли своего банка-корреспондента, который служил посредником между ними, и держал доллары одного банка, доллары другого банка, когда они переводили друг другу, он просто менял, ну, вы знаете, что только он банк-корреспондент. Так вот, клиенту пришлось перевести эти доллары сначала в евро, посадить их на брокерский счет, на счет брокера, и потом уже мы торгуем в долларах, да, у нас опционные биржи, все в долларах, все на Америке, я не хочу брать валютный риск, доллары-доллары, все, дальше уже сами читайте, и нам пришлось теперь из этих евро выходить в доллары, и вот мне повезло, я это сделал, начал делать вот на этой свече, клиент перевел вот здесь, несколько дней там деньги шли, мы ждали, рынок вырос сюда, я к чему сейчас, я рассказываю как раз о том, как поэтапно, частично заходить, мы выросли вот сюда, давайте я увеличу немного, первый мой трейд по обмену валюты, ну, это тот же Форекс, по продаже евро, покупке долларов, был вот здесь, второй сайт я закрыл вот здесь, и третий сайт я закрыл на 14, я потом посмотрю, точно скажу, все там фиксируется, но я предполагаю, что это было очень близко к максимуму, очень-очень близко, вот, хай был там, 1.13.90, да, я, наверное, поставил на 14, ордер, не дошло, и я по рынку вручную, там где-то закрылся, вот, я не знаю, опять же, хай показывает 1.13.90, не помню, где-то на 13.72, где-то там закрылся, то есть, поэтапно, моя средняя где-то лежит, наверное, вот где-то вот здесь, хотя, начинали мы об этом думать уже здесь, просто день был роста, вот здесь уже мы были, в этот день, я подумал, ну, раз уж мы сделали такой скачок, дай-ка я подожду, мы же не будем прям оттуда ввалиться сразу вниз, да и в любом случае, это обмен валюты, ничего страшного, но будем считать, что у него не 50 тысяч долларов было, а 49 900, но и оказалось, что мы где-то 1000 долларов уже заработали на том, что правильно сделали конвертацию, такие лишние деньги сели, а я к тому сейчас, не к тому, что я, к чему сейчас, не к тому, что я поймал хайп, да, как сейчас говорят, можно говорить, а к тому, что я это сделал частично, и если бы мы развернулись, я бы был рад, что здесь поменял половину, там, или кредит, мы пошли вверх, я добил, рад был, что у меня осталось 2 трети, пошли еще выше, ну, уже достаточно сильный рост, тем более, если брать вот с января, с декабря, я всю сумму обменял, и получил на руки, вместо 50 тысяч долларов, 51 тысячу, там, с чем-то, ну, и плюс заработанная прибыль уже на опционах, которая уже села прибылью, вы видели, у нас S&P хорошо проседал, кто не помнит, вот, буквально, несколько дней назад, была волатильница хорошая, вот, на этой панике, я продавал индекс волатильности, строил конструкцию на опционах, и она уже давным-давно прибыли, она уже на следующий день была прибылью, тем более сегодня, а что я еще хочу сказать, я тут как-то снимал видео, правда, не для адмирала, и настаивал на том, что S&P прекрасно ходит, что я имел в виду, я имел в виду, что каждый раз, когда мы пробиваем какой-то уровень, обратите внимание, какой-то уровень поддержки, то мы обязательно, вот, не скажу про этот уровень, да, наверное, тут нет, не дошли, давайте другие примеры, я лучше покажу, когда мы пробиваем S&P, мы обязательно, вот, мы обязательно возвращаемся к этому уровню, на Трампе, конечно, была такая экстра волатильность, но если бы вы не ставили близкие стопы, то все бы было нормально, вот он уровень, смотрите, каждый раз, сейчас убежусь, что видно, да, видно, каждый раз S&P касается уровня, не может пробить, потом, наконец, пробивает, и почти всегда возвращается, как я еще раз повторюсь, в теории загоров, дают нам зайти, роквеллеры, Ротшильды уже смешно, рынок дает нам зайти, видимо, на рынке нет готовности к новому максимуму, возвращаемся, по тому же уровню, который пробили, то, что было первым этажом, стало вот уже второй этаж, да, пол, было потолком, стало полом, мы от этого пола можем снова купить, зайти по этому уровню, кто опоздал вот здесь, причем несколько раз, это Трамп, это были страхи по поводу того, что Трамп победит, он все-таки победил, рынок упал, а потом отжался, вырос, мы пробили еще один уровень, который до этого служил потолком, снова нам дали зайти, ну, как дали, да, так скажем, снова рынок откатился, возможность была зайти, мы пробили, а вот этот уровень, ну, тут не дошло, тут рынок очень был оптимистичный, и, наконец, мы пробили вот последний, сейчас я уменьшу, как это сделать, нужно открыть, нужно открыть Турбар, включить чат, да, вот так, и, наконец, мы пробили вот этот уровень, красная линия, 2400, нам снова дали зайти, что будет дальше, я не знаю, но уже от этого уровня мы отлетели, то есть, такая закономерность, очень хорошо отслеживаемая на индексе S&P, когда рынок уходит на новый уровень, возвращается, есть возможность снова зайти, хороший стоп поставить под этим уровнем, снова растет, и вот так несколько раз, я даже думаю, если уйти в историю, там будет еще там пара примеров, таких же, когда потолок превращается в пол, мы покупаем от пола, и растем на несколько процентов, может быть, десяток процентов, так вот, вот на последнем, как раз таком уровне, я подумал, что это линия поддержки, дадут, не дадут, но линия поддержки, может быть, остановимся на этом уровне, временно и активно начал продавать индекс волатильности то есть вы понимаете индекс и падает волатильность растет я стал продавать колы на индекс волатильности там и по евро не закончили ну что же будем считать разворотом или нет продавцы могут поставить стоп лосса на предыдущий high а считать что игра затянулась да так это давайте назовем что шутка затянулась поставить он просто не пробит у меня показывает, потому что я неправильно нарисовал, потому что у меня есть, как это называется, почему он не убирает именно эту линию, я в настройках настроил притягивать линию, и получилось вот так вот криво. Вот если нарисовать без притягивания, ровно мы коснулись этой линии, видите, да, на графике. Вот он просто примагничивает, надо просто в настройках убрать. Но мы как раз аккурат коснулись этой линии. Считать ли это точкой, просто можно поставить стоп-лосс, выше этой линии, там уже дальше, следующий стоп-лосс, предыдущий шип, до этого шип, я бы вообще поставил совсем высоко, потому что, как мне кажется, я же могу ошибаться, потому что слишком это очевидно, как мне кажется, 1.17, нет, это уже 300 пунктов, это много. Как мне кажется, действительно евро, история евро затянулась, шутка достаточно долгая, и ну, как сильно можно расти, если, давайте так вот поговорим без видео, Марио Драги черным по белому написал, ясным, ломаным французским английским, еще итальянским английским, дал нам знать, что никакой эйфории по поводу роста экономики в Европе нет, а все это требует, как он сказал, extended, там, чего-то, там, чего-то, чего-то, да, более долгого времени, расширенного, что ли, дословно, времени ожидания, что никакой, никакого особого оптимизма не должно быть на рынке, ЕЦБ все еще будет держать ставки на низком уровне, до конца года будет QE на 60 миллиардов, ничего такого, чтобы воодушевило рынки, я не слышал от Марио Драги, поэтому не понимаю, да, тоже не понимаю, почему индексы евро к доллару так сильно вырос, вначале, да, было понятно, Марио Драги дал надежду, а вот сейчас уже непонятно, поэтому можно сделать попытку встать в сел, но вот слишком очевидным кажется этот трейд, но можно попробовать, какие-то, может быть, будут ложные пробои, может быть, не стоит идти на провокации, связанные с ложными пробоями, где-то держаться, хотя вот сегодняшнюю падение уже достаточно, 50 пунктов под хайом и отлетели, кто продавал там, молодец, кто нет, ну не знаю, можно зайти, нельзя, у кого какой риск-менеджмент, так что вот так, вот у меня мнение по евро достаточно банальное, достаточно, ну как это сказать, капитан очевидность, да, я думаю на рынке все-таки селок намного больше, если взять, кстати, кто-нибудь пользуется вот таким, сейчас я дочитаю комментарий, в Европе нулевая длительная ставка на облигации, в штатах 1.25, и все покупают евро, это что, благотворительность, вот тут сложно сказать, что больше влияет, Владимир пишет, что это эффект Трампа, вполне возможно, экономист, последний номер был украшен хорошей картинкой, хорошей статьей, так вот, посмотрю, сколько у нас здесь сидит, да, 62, просто мне кажется, иногда я много говорю, и люди могут, может быть, скучно от того, что я много говорю, и быстро говорю, картинка была следующая, стоит Трамп, на его фоне флаг, не флаг, даже карта Америки, и там такие трещины, и внизу написано, господин Трамп, когда вы пришли к власти, вы обещали починить политик, так называемый в Америке, всю политическую систему, когда вы пришли к власти, вы обещали убрать несовершенство в экономике, какие-то составляющие, бюрократические, даже может быть, коррупционные, какие-то остатки, да, ну, не в прямом смысле, прям взятка, да, это все-таки не Украина, Россия, Казахстан, или там Азербайджан, неважно, бывший Савок, или даже Миннесуэлла, какая страна была недавно, ребята вернулись оттуда знакомые, и сказали просто адские вещи, Гаити, вот, Гаити, так что, господин Трамп, а что вы починили, все стало еще хуже, с каждым днем, расшатывается Америка, именно в том смысле, в смысле политической системы, эти скандалы, этот ушел в отставку, ну, это хорошо, что они уходят в отставку, но что-то много у них косяков, ваши кадры, да, я просто продолжаю идею экономизм, так что Трамп, здесь я с Владимиром соглашусь, я не то, чтобы самый умный, но вы помните мои вебинары, ноябрьские, разочарование вообще в американской нации, которая могла выбрать Трампа, кстати, никто мне не напомнил, я же вам обещал бомбу, я вам обещал рассказать, как Трамп победил, огромную статью исследовательскую, я читал на эту тему, как, нет, речь не о том, что русские ему помогли, речь не о хакерах, не о ФСБ, нет, все намного сложнее, и русские тут ни при чем, если и какая-то роль была спецслужб, какая-то роль была хакеров из России, то она всего лишь заключалась, о том, что они обхаяли Хилтон и какие-то голоса ввели, мы это даже не будем обсуждать, это понятно, банально, может быть, это и было, никто не спорит, не собирается спорить, было, не было, мы точно не узнаем, я склоняюсь, что было, но речь не об этом, я хотел бы вам рассказать о том, что, Трамп победил благодаря очень крутой технологии, которую он стал использовать, человек, который даже не пользовался твиттером раньше, у него даже на столе компьютера не было, такой олдскульный бизнесмен, у которого такой огромный стол, лампа, чуть ли не из золота, из красного дерева стол, большой, ручка с золотым пером, или вся золотая, такой олдскульный, типичный бизнесмен из 70-х, 80-х, который еще не смог перейти на твиттер, но сейчас он перешел, ему даже упрекают в том, что он слишком часто в твиттере что-то пишет, он это называет общением с народом, ну где-то прав, общение с общением, главное писать вещи правильные, так вот он, благодаря одной технологии, которая просто бомба взорвала весь рынок, и политический рынок, и, так сказать, маркетинг, все взорвало, и этой программе не один, это же не программа, это просто, я просто не хочу говорить, иначе интрига разрушится, вот как-нибудь я об этом расскажу, об этой технологии, может быть посвятим этому даже, Трампу целый вебинар, и тому, как он пришел к власти, но это законно, это абсолютно законно, Трамп этим воспользовался, нашел фишку, нашел такую хитрость законную, опять же повторюсь, смог. Алекс пишет, что скорее всего ФРС и ЦБ выдают какие-то преференции своим приближенным коммерческим банкам, и они это делают, об этом и пишу тебе свою тему оба, дописать только все не могу, я немножко не понял вторую часть, об этом и пишу тебе свою тему вебинара или веба, что такое, дописать только все не могу. Хорошо, Алекс, разберем как-нибудь, это будет предмет отдельной дискуссии, сейчас у нас текущая ситуация на рынках, я вернусь все-таки к метатрейдеру, чтобы понять, что у нас происходит, да, о евро поговорили, кстати Тесла, Тесла выпустила на рынок, точнее не выпустила, в пятницу с конвейера сойдет первая Тесла Model 3, если кто не знает, я об этом сегодня в эстонскую прессу писал, ну небольшую заметочку, Model 3 Тесла выходит уже в пятницу, в июле они поставят 28 июля 30 моделей, в августе 100 моделей, в декабре уже будет 2000 моделей, 3 модели сходить с конвейера и обещают довести эту тему до 20 тысяч, но акции Тесла на автор маркетинг не сильно отреагировали, вот вы видите здесь они падали, да, сейчас все равно видно на экране, они падали, и эта новость, они кстати в Твиттере же, вот этот вот убыточный Твиттер, да, видите как хорошо им пользуются, от президента Трампа до Илона Маска и там кого-нибудь еще, миллионы-миллионы юзеров, 320 миллионов было, сейчас наверное 330-340, это не сильно растет база Твиттера, а Твиттер в убытке, обидно наверное должно быть, сам президент Трамп пользуется их продуктом, каждый день в день несколько раз, Илон Маск пользуется, а акции не растут, так вот в Твиттере ночью уже сообщил эту новость, ну акции не прибавили, десятки процентов, потому что в принципе рынки и ждали, единственное они на две недели раньше прошли все регулятивные проверки, то есть все технические параметры для производства автомобиля, они должны были закончить там где-то там 20 августа, июля закончили уже сейчас, или вот закончат в эту пятницу, так что хорошая новость для Тесла, но она уже отыграна рынком, что я вижу, я вижу 21-27, а это означает, что даже несмотря на то, что количество информации, которое я передаю на единицу времени, превышает количество информации, да, запись будет, количество информации, которые выдают другие спикеры, другие ведущие вебинары, да, абсолютно любого, любой компании, я думаю, быстрее, чем я, говорит мало кто, даже несмотря на такой сильный, высокую скорость передачи информации, у нас времени не хватило, вам спасибо, да, Максим пишет, что Маск потихоньку продает акции Тесла, вот, к сожалению, я не знаю точно, насколько это происходит, насколько это происходит, сейчас посмотрим, если вы это знаете, значит, я не знаю, что это происходит, смотрим, я включаюсь на Finviz, чтобы посмотреть, продает ли Илон Маск свои, ой, почему не получилось переключиться, еще раз, Тесла, Илон Маск, и на вебинаре ставим, вот так, если вы видите Finviz, сайт, то напишите об этом, так, что делает, Маск Кимбал, это его брат, двойный, Маск Кимбал, Я думаю, что я метатрейдер закрою, тогда никто не будет убивать звук. Это все-таки сделал, по-моему, метатрейдер. Сейчас должно появиться. Да, появилось. Я просто показывал, как на Finviz. Ну, вы, наверное, увидели. Нет? А, не увидели. Звука не было, но сейчас еще раз бьем буквально быстро. Как смотреть, что делает Маск? Конечно, при фонатах существует. Вот здесь, Маск? Вот здесь Маск? Смотрите продолжение в следующей части. Нет, микрофон стройный. Я думаю, что... Я даже не знаю, в чем дело. Компьютер вроде не нагревается, все нормально. Может быть, все-таки, да, где-то что-то с чем-то глючит. Я показал, без финвиза, я показал вам, где смотреть. Вы можете в финвизе набирать любую абсолютно бумагу, спускаться вниз, совсем-совсем вниз, там будут инсайдерские сделки и видеть в этих сделках, выбирать имена. В данном случае я выбрал Илона Маска, посмотрел все его сделки за последнее время. Возможно, Максим прав, он продает вот прямо сейчас. Это пока в финвиз не попало. Но из того, что он делал до этого, мы видели только полученные по опциону бумаги и проданную часть проданных бумаг. Ну, почти весь пакет он продал, который покупал в марте. И все. Окей, всем спасибо. Я сегодня... Три часа мы в студии снимали видео по опционам. У меня, как вы знаете, выходит продукт. Видео не прямо вот сейчас выходит, мы его дописываем, доделываем. Это будет урок, как бы курс по опционам, основа опционов. Целый такой многочасовой урок. Видео будет продаваться в виде DVD, в виде... там можно будет скачать. Особенно это будет актуально для жителей России, Украины, Белоруссии, для стран, где посетить курс будет сложно. Так что, если что, обращайтесь. Там недорогая цена видеокурса этого. Некоторые уже даже предзаказы сделали, заказали. Обращайтесь, я вам скажу, где его приобрести, как и что, когда он будет готов. Вот там целый видеокурс по опционам. То, чего нет абсолютно нигде, то, чего нет в свободном доступе. Вам спасибо. Всем хороших профитов. Добавляйте меня в Skype, если вы трейдер, желаете часто какие-то сделки обсуждать, что-то делать. Добавляйтесь и будем там обсуждать. Все, наверное, сегодня праздник. Рынка нет. Лучше отдыхать. Не надо постоянно смотреть на экран. Сделайте себе паузу, отдохните, а завтра снова в бой. Я даже это боем бы не назвал. Рынок это такое долгое хобби, где вы можете быть и правым, и неправым вырабатывать и терять. Всем спасибо, всем до свидания. Встретимся в четверг... не в этот четверг, да, извините, не в этот, в следующий четверг у нас будет вебинар, посвященный парному трейдингу. Это что-то абсолютно новое. Я вам обещаю, что те, кто искал какие-то новые методы трейдинга, узнают много нового. Заходите 13-го числа. Мы перенесли немного. Должно было быть 6-го, но не хватило. Нет, 6-е перенесли на 13-е. Это не от меня зависит. Просто адмиралу больше времени требуется на маркетинг, больше времени требуется на объявления, рассылать это все. Ну, чтоб не было, за день объявили и провели вебинар, семинар, да. Так что вот перенесли на 13-е число. Будет вебинар по парному трейдингу. Да, я извиняюсь еще перед латышами, рижанами, перед жителями Латвии, которые посетили мой семинар живой, где я сказал, что все это будет 6-го. Но вот для тех, кто сейчас на вебинаре не участвует, будет 13-го. Перенесли. Ну, перенес не я, к сожалению, так получилось. Оксана пишет, что дважды затронули тему Трампа, надо все-таки рассказать. Да, расскажем. Давайте так, один из вебинаров, мы заранее будем писать. Будем считать, что Оксана заставила нас провести Трампа вебинар. Так его назовем. Расскажем о факторах, о том, что Трамп, собственно, сделал или не сделал. Но это не самое важное. Самое важное я вам хочу рассказать то, что наверняка 99%, даже никто из вас не знает, потому что иначе мне написали люди в чате, то, что никто из вас не знает, как все-таки, благодаря какой технологии Трампу удалось сделать такой хороший взлет, благодаря чему он набрал большой процент. Ну, допустим, 5-7% наверное он на этом заработает. А, вот Виталий знает. Бигдата, да, бигдата. О, кто-то пустил уже слух, кто-то написал. Молчим, но не выдаем. Да, это было бигдата, но что за бигдата, как он это использовал, я расскажу на одном из вебинаров. Всем спасибо, просто тут уже получается больше часа на Ютубе, немножечко не должно. Литературу по экономике, давайте следующий раз я подскажу, приходите, вот следующий вторник я подскажу, потому что много чего я хотел бы порекомендовать. И хороших, больших книг фундаментальных, и таких вот быстрых книг, я надеюсь, я это сделал. Вы просто мне напомните, а сейчас я просто не успею, к сожалению, уже 35, уже больше часа мы сидим. Всем спасибо, всем до свидания, профита, удачи на рынках.